В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В центральной библиотеке города Видное состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню Белой Трости. Кто-то сидит и вообще не знает, что есть такая организация, общество слепых. Ну, кто-то вообще не знает, что ему делать, когда он попадает в такую ситуацию, понимаете? Ну, вот это разъясняемо. В историко-культурном центре открылась выставка авторских кукол. Здесь представлены работы более 20 мастеров. Мы собрали специально работы в разных техниках, технологиях. Новый выпуск проекта «Стихи живут повсюду». Не знали мы, кто возвратится назад. На горькой земле обелиски стоят. В центральной библиотеке города Видное состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню Белой Трости. На встречу были приглашены члены Ленинского отделения общества слепых. Подробнее в сюжете Инги Янчук. В Видновской центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное дню Белой Трости. Ежегодно событие не только напоминает общество о людях с ограниченными возможностями здоровья, но и служит маяком для тех, кто потерял зрение и нуждается в помощи. Объединить слепых, понимаете? Потому что, ну, кто-то сидит вообще не знает, что есть такая организация у нас, общество слепых. Ну, кто-то вообще не знает, что ему делать, когда он попадает в такую ситуацию, понимаете? Ну, вот это разъясняем им. Разъясняем. Помогаем в жизненных ситуациях трудных. Сотрудники администрации и общества инвалидов оказывают всяческую поддержку гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальный депутат Владислав Рымша вручил председателю управления Ленинского отделения Всероссийского общества слепых Евгению Зорину памятный подарок. Сегодняшнее приглашение нас не удивило. Мы пришли с подарком, подарили говорящие часы по запросу данного общества, потому что, как я понимаю, данные часы будут помогать непосредственно слепым в ориентации общества. Мероприятие также поддержал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Его помощник Александр Серов вручил обществу слепых благодарственное письмо. За активное участие в решении социальных проблем инвалидов по зрению Ленинского городского органа и в связи вам сегодня 32 года. В связи с 33 лет. Отсевайте. На дне Белой Трости выступили приглашенные гости с песнями, стихотворениями и баснями. Мероприятие посетили люди, для которых ограничения по здоровью не преграды саморазвитию. Можно обучиться. Кто-то из Макраме любит. Незрячие люди из Макраме делают очень интересные сумочки, вазочки, цветочки. У нас даже есть резьба по дереву. То есть вот такие вот обучающие заведения, где человек учится жить заново. День Белой Трости позволил встретиться с слабовидящим людям и рассказать другим о себе и о своих талантах. Событие является важным напоминанием, что есть те, кому особенно необходимо внимание и поддержка. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре работает выставка авторских кукол, которые выполнены в разных техниках. Более подробно в репортаже Юлии Стаферовой. Интерьерные, бадуарные, портретные, текстильные, шарнирные – все это разновидности кукол. В историко-культурном центре открылась выставка под названием «Видная кукла». Это настоящий рай не только для детей, но и для взрослых. Вступительную речь произнесла заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Очень много примеров, когда кукла спасала, вселяла надежду, поднимала, убеждала своего хозяина или того, в чьих она руках, двигаться дальше, верить в будущее. Ольга Новак – мастер-кукольник с многолетним стажем работы. Преподает технику создания авторских кукол в арт-студии. Как один из организаторов выставки, она дает возможность показать свои работы не только опытным мастерам, но и новичкам. Здесь представлены работы более 20 мастеров. Мы собрали специально работы в разных техниках, технологиях, с разными секретиками мастеров, для того, чтобы показать, что кукла – это не только игра, кукла – это произведение искусства. Некоторые куклы – это фантазия мастера, другие сделаны по образу конкретных людей. Например, одна из них посвящена герою Советского Союза, космонавту Владимиру Джанибекову. Авторская кукла неповторима. Даже мастер не может выполнить свою работу дважды. Секретом изготовления куклы «Снежная королева» поделилась ее создатель Ольга Рябова. Она из пластика, из слепленной. Пластик называется ладон. Ручки, ножки. Сама она, кукла, текстильная. То есть туловище у нее шитое, текстиль, набитое синдепухом. Платье атласное шилось, конечно, ярусами. Это бывший кусок свадебного платья. Там кусок какой-то остался и решила шить. И такой вот образ создался. Сначала вообще не клеился, а потом по лицу, такому бледному, надо сделать «Снежную королеву». В детстве для девочек куклы играют важную роль. У некоторых из них этот интерес не пропадает с возрастом. Честно, я была восхищена этой выставкой. Благодарю организаторов, всех, кто принял участие в этой выставке. И особенно мне понравилось то, какой смысл каждый автор вкладывает в свою куклу. Это действительно дорогого стоит. И не перестаешь удивляться, насколько талантливые люди живут и работают в Ленинском городском округе. Мир кукол и игрушек очень велик. Мастера каждый день трудятся над созданием новых изделий. Таких удивительных и почти одушевленных. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Несмотря на то, что осень уже полностью вступила в свои права, на улице прохладно и часто дождливо, в Центральном парке Видного по-прежнему кипит жизнь. Аттракционы уже не работают, но разнообразные программы, мастер-классы и выставки буквально на любой вкус. Особое внимание в парке уделяют юным гостям. По выходным ребята играют в подвижные игры, участвуют в конкурсах и викторинах. Какие вы знаете музыкальные инструменты? Пианино. Так, дальше. Пиана, балалайка, гидра. Молодец. Так, кто-нибудь еще? Банжа. Весело и интересно не только в Центральном, но и в других парках муниципалитета. Сделать их настоящими местами притяжения для горожан – такую амбициозную задачу ставит перед собой руководство Видновских парков. Мы сегодня почти каждый день проводим Расторгуево здесь. Это маленькие, небольшие мероприятия. Я, безусловно, приглашаю всех жителей, приходите. У нас скоро откроется Дыдылдинский парк. У нас там сейчас есть уже решение с кроведами, как его правильно назвать. Там будем проводить мероприятия. Но у каждого парка есть свой стиль. Проект «Стихи живут повсюду» организован сотрудниками Историко-культурного центра при поддержке телеканала «Видное ТВ». В ходе него представители различных трудовых и творческих профессий читают стихи русских классиков. Нынешний же эпизод получился не совсем обычным. Он был посвящен Дню Комсомола, который традиционно отмечается в конце октября. Большинство молодых людей вряд ли смогут расшифровать аббревиатуру ВЛКСМ. Но для многих жителей Ленинского городского округа старшего поколения Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи или сокращенно Комсомол в прошлом был важной частью жизни. Комсомол давал ощущение сопричастности к делам большой страны и воспитывал в человеке жертвенность по отношению к родине. Мне кажется, это очень важно. Вот сегодня именно сказать. В честь грядущего Дня Комсомола, а в этом году отмечается 105-летний юбилей организации, ветераны комсомольского движения из города Видное прошли стихотворение Андрея Дементьева «Три поколения». Песня «Три поколения» И жизнь наша с вами еще целена, Добра и надежды взошлись имена, И прожитый день – это верность отцам, И память с мечтою у нас пополам. Проект «Стихи живут повсюду» скоро отпразднует свое пятилетие. И все это время он находит самый горячий отклик у жителей Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok